Дорогие друзья, сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шеркина предлагают вам послушать сказку Константина Ушинского «Слепая лошадь». 31 августа в России всегда отмечался как День Святых Флора и Лавра. Этот день можно назвать неофициальным Днем Лошади. Прежде Флор и Лавр были известны всем. Их изображение можно было найти в каждом крестьянском доме, поскольку трудно представить ведение крестьянского хозяйства без лошади. В этот день лошадей освобождали от всякой работы, купали в реках и озерах, вплетали расчесанные гривы и ленточки самых ярких цветов, наряжали в расшитые попоны и сбрую. У церкви совершались торжественные молебны и после окропляли лошадей святой водой. К 31 августа, Дню Флора и Лавра, мы читаем рассказ Константина Ушинского «Слепая лошадь». Давным-давно, очень уже давно, когда не только нас и наших дедов и прадедов не было еще на свете, стоял на морском берегу богатый торговый славянский город Венеты. И в этом городе жил богатый купец Усидом, корабли которого, нагруженные дорогими товарами, плавали по далеким морям. Усидом был очень богатый, жил роскошно. Может быть, и самое прозвание Усидома или Вседома получил от того, что в его доме было решительно все, что только можно было найти хорошего и дорогого в то время. А сам хозяин и его хозяйка и дети ели только на золоте и серебре, ходили только в соболях, топорче. В конюшнях Усидома было много отличных лошадей. Но ни у бассидомовской конюшни, ни во всей Венете не было коня быстрее и красивее, догони ветра. Так прозвал Усидом свою любимую верховую лошадь. За быстроту ее ног никто не смел садиться на догони ветра, кроме самого хозяина. И хозяин никогда не ездил верхом ни на какой другой лошади. Случилось купцу в одно из своих поездок по торговым делам, возвращаясь в Венету, проезжать на своем любимом коне через большой темный лес. Дело было под вечер. Лес был страшно темен и густ. Ветер качал верхушки угрюмых сосен. Купец ехал один на денешенек и шагом, сберегая своего любимого коня, который устал от дальней поездки. И вдруг из-за кустов будто из-под земли выскочило шестеро плечистых молодцов со зверскими лицами, в магнатых шапках, с рогатинами, топорами и ножами в руках. Трое были на лошадях, трое пешком. И два разбойника уже схватили была лошадь купца за узду. Не видай бы богатому усидому своей родимой Венеты, если бы под ним был другой какой-нибудь конь, а не догони ветер. Почуяв на узде чужую руку, конь рванулся вперед, своей широкой сильной грудью опрокинул на землю двух дерзких злодеев, державших его за узду, смял под ногами третьего, который, махая рогатиной, забежал вперед и хотел было преградить ему дорогу. И помчался, как вихрь. Конные разбойники пустились до гонку. Лошади у них были тоже добрые, но куда же им было догнать усидомого коня? Догони ветер, несмотря на свою усталость, чуя погоню, мчался, как стрела, пущенная из туго натянутого лука, и далеко оставил за собой разъяренных злодеев. Через полчаса усидом уже въезжал в родимую Виниту на своем добром коне, с которого пена клочьями валилась на землю. Слезая с лошади, в бока которой от усталости подымались высоко, купец тут же, трепля, догони ветра по взмысленной шее, торжественно обещал, что бы с ним ни случилось, никогда не продавать и не дарить никому своего верного коня, не прогонять его, как бы он не состарился, и ежегодно до самой смерти отпускать коню по три меры лучшего овса. Но, поторопившись к жене и детям, усидом не присмотрел за лошадью, а ленивый работник не выходил из мученного коня как следует, не дал ему совершенно остыть и напоил раньше времени. С тех самых пор догони ветер и начал хворать, хилеть, ослабел на ноги и, наконец, ослев. Купец очень горевал и с полгода верно соблюдал свое обещание. Слепой конь стоял по-прежнему на конюшне, и ему ежедневно отпускалось по три меры овса. Усидом потом купил себе другую верховую лошадь, и через полгода ему показалось слишком нерасчетливо давать слепой никуда негодной лошади по три меры овса, и он велел отпускать только две. Еще прошло полгода, слепой конь был еще молод, приходилось его кормить долго, и ему стали отпускать по одной мере. Наконец, и это показалось купцу тяжело, и он велел снять с догони ветра узду и выгнать его за ворота, чтобы не занимал напрасно место в конюшне. Слепого коня работники выпроводили со двора палкой, так он не упирался и не шел. Бедный слепой догони ветер, не понимая, что с ним делают, не зная и не видя, куда идти, остался стоять за воротами, опустившую голову и печально шевеля ушами. Наступила ночь, пошел снег. Спать на камнях было жестко и холодно для бедной слепой лошади. Несколько часов простояла она на одном месте, но, наконец, голод заставил ее искать пищи. Поднявши голову, нихуя в воздухе, не попадется ли где-нибудь клок соломы со старой осунувшейся крыши, брела на удачу слепая лошадь и натыкалась беспрестанно то на угол дома, то на завод. Надо было вам знать, что в Венете, как и во всех старинных славянских городах, не было князя, а жители города управляли сами собою, собираясь на площадях, когда нужно было решать какие-нибудь важные дела. Такое собрание народа для решения его собственных дел, для суда и расправы называлось Вече. Посреди Венеты на площади, где собиралась Вече, рисел на четырех столбах большой Вечевой колокол, по звону которого собирался народ и в который мог звонить каждый, кто считал себя обиженным, и требовать от народа суда и защиты. Никто, конечно, не смел звонить Вечевой колокол по пустякам, зная, что за это от народа силен достанется. И вот, бередя по площади, слепая, глухая, голодная лошадь случайно набрела на столбы, на которых висел колокол, и, думая, может быть, вытащить из трехи пучочек соломы, схватила зубами за веревку, привязанную к языку колокола, и стала дергать. Колокол зазвонил. Зазвонил так сильно, что народ, несмотря на то, что было еще рано, толпами стал сбегаться на площадь, желая знать, кто-то громко требует его суда и защиты. Все в Венете знали «догони ветра», знали, что он спас жизнь своему хозяину, знали обещания хозяина и удивились, увидя посреди площади бедного коня, слепого, голодного, дрожащего от стужи и покрытого снегом. Скоро объяснилось, в чем дело, и когда народ узнал, что богатый усидом выгнала из дома слепую лошадь, спасшую ему жизнь, то единодушно решил, что «догони ветер» имел полное право звонить в вечевой колокол. Потребовали на площади неблагодарного купца. Несмотря на его оправдание, приказали ему содержать лошадь по-прежнему и кормить ее до самой смерти. Особый человек приставлен был смотреть за исполнением приговора, а самый приговор был вырезан на камне, поставленном в память этого события на вечевой площади. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова